СМ, также Нью-Йеншанс. Нью-Йеншанс, закрепившийся в русском языке немецкоязычный вариант шведского названия Нью-Йеншанс, крепость, являвшаяся главным укреплением шведского города Нью-Йен, или Нью-Йенштадт, который находился на территории нынешнего Санкт-Петербурга и являлся, таким образом, его предшественником. Крепость Нью-Йеншанс была основана шведским королем Карлом IX в 1611 году на землях, оторгнутых у России под предлогом невыполнения Выборгского трактата, имел и другие названия Нью-Йеншанс, Шлатбург, Канец, Ланскрона. Примерно на этом же месте шведы тремя веками ранее при участии итальянских специалистов построили древоземляную крепость Ланскрона восьми башнях, которая спустя год была взята новгородцами во главе с сыном Александра Невского князем Андреем Городецким и разрушена Невский городок. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем Усть-Охты вновь было заселено, но в Песцовой книге Водской Пятины 1500 года приводится первое описание здешних поселений. Земли в Нижнем Течении и Охты издавна принадлежали двум знатным боярским родам Великого Новгорода, а после присоединения его в 1478 году, к Москве вошли в состав владений Великого князя Московского. Известно, что инженер-фортификатор Ивана Грозного Иван Выродков совместно с П. Петровым в 1557 году руководил строительством портокрепости в Устье и реке Нева. В документе, датируемом 1599-1601 годами, упоминается наличие в городке Невской Устье государева гостиного двора, корабельной пристани и православного храма. Кроме того, говорится, что в городке жили волосные люди. Известно, что только в 1615 году. Сюда приходили 16 судов из Выборга, Ивангорода, Ладоги, Нарвы, Новгорода, Нарчупинга, Ревеля, Стокгольма. Это русское поселение послужило основой городу, который в начале 17 века будет здесь построен шведами и даже дало ему свое название. Поскольку шведское слово «Найон» и значит «Невский», оно употреблялось по отношению к русскому поселению еще до захвата при Неве и Швеции. В частности, на схематичной карте Карелии и Ингерманландии 1580-х годов, составленной предположительно по приказу Понтуса Делагарди, Невский городок обозначен и обозначен именно как «Найон». Ниеншанс. Первоначальное укрепление, расположенное на Охтинском мысу, имело прямоугольную форму, но поздние очертания его изменились. На карте Осья Невы 1643 года оно уже изображено в виде неправильного шестиугольника. В 1617 году по Столбовскому миру Ижорская земля была закреплена за Швецией. В 1632 году на правом берегу Охты, напротив крепости, по приказу короля Густава II Адольфа был основан торговый город Ниен. В течение последующих десяти лет королева Кристина пожаловала ему полные городские права. В 1656 году русский воевода Петр Иванович Потемкин взял Ниеншан с штурмом, однако после войны и крепость, и окружающие территории остались за Швецией. После этого штурма, примерно к 1677 году, город Ниен был обнесен внешним кольцом укреплений, люнетами с батареями и рвами от берега Невы и до берега Охты. Первоначально крепость вмещала 500 человек. К концу 17 века гарнизон крепости насчитывал более 600 человек и имел в своем распоряжении около 80 пушек. В окончательном виде, согласно обновленному проекту, осуществленному инженером Генрихом фон Зойленбергом, крепость Ниеншанс представляла собой современнейшее по тем временам фортификационное сооружение в форме звезды. Пять деревянно-земляных бастионов расположенных в форме звезды, два дополнительных равелина. Затем были достроены два кронверка, на польной стороне о трех бастионах, на противоположном берегу Невы, состоявшей из цитаделей трех люнетов с тремя равелинами, образовывавших внешнее кольцо укреплений левобережного кронверка. Главные ворота крепости выходили к Ахте, мост через который связывал ее с центром города. Согласно сохранившемуся плану 1681 года, диаметр окружности, описываемый по ее оконечностям, составлял около 245 метров. Ширина бастионов достигала 60 метров, протяженность куртин между ними – около 50 метров. Ширина валов – около 19 метров. Рва – 28 метров. Нейон. Нейон был крупнейшим городом Натиборгского Лена, намного превосходящим по размерам и богатству административный центр Лена – город Натиборг. В нем было более 400 податных дворов, из чего следует, что количество домов было еще больше, в число дворов не входили казенные здания, дома дворяны духовенства, да и сам двор зачастую включал в себя несколько капитальных построек в городе, население которого, к середине 17 веков, составляло около 2000 человек. Жили шведы, немцы, русские и финны, занимавшиеся торговлей, ремеслами, земледелием, рыболовством, судовождением. В центре его располагались ратуша, две лютеранские кирхи, школа, порт и торговая площадь. Застройка формировалась вдоль реки Охта и Черного ручья, впадавшего в Охту на территории города, а также дорог, ведущих к Выборгу, Кексгольму и Натиборгу. В окрестностях города размещались госпиталь, кирпичные заводы и предприятия, связанные с судостроением. Первоначально в городе были две лютеранские кирхи для шведской и финской общин. Православное же население окормлялось в селе Спасском, располагавшемся в районе современного Смольного монастыря и населенном русскими и жорцами. Любопытно, что шведские и финские приходы Ниена были разделены географически. Они располагались на разных берегах Черного ручья. Позднее, в 1640-х Г.Г. была, возможно, построена церковь для немецкой общины. Деятели немецкой общины вступили в конфессиональные споры с представителями шведских лютеран, обвиняя их в незнании основ христианства. Немецкие пасторы стремились играть главенствующую роль в церковной жизни и пошли на обострение отношений с высшей церковной администрацией. В 1680 году суперинтендант Ингерманландии Петрус Бонг направил письмо в Королевскую администрацию с жалобами на немецких лютеран Ниена, которые не выполняют распоряжения своего епископа. Конфликт осложнился еще и тем, что немецкие пасторы с 1671 года должны были служить в шведской церкви, поскольку шведские и финские священники были против отделения немецкой общины, так как это означало бы сокращение их доходов. Кончилось это тем, что пастор немецкой церкви Иоахим Мэйнке вынужден был уехать в Москву, после чего конфликт сам собой усашал на нет. Во время суперинтенданства Иоанна Гизелия-младшего в нач. 1680 г.г. начался период охлаждения отношений между лютеранами и православными. Гизелий добился того, что Спасская церковь была закрыта на некоторое время, а православным подданным шведского государства Ижоре, Карелам и Русским было запрещено селиться в Ниене. К началу XVIII века за пределами городских укреплений были построены многочисленные шведские и финские пригородные усадьбы, некоторые из которых располагались на значительном отдалении от города, на островах Дельты и по берегам многочисленных рек и рукавов Невы. А основная масса образовала пять новых кварталов городской застройки уже за пределами укреплений. Одна из таких усадеб имения шведского майора Эриха Бернта фон Канол, представлявший собой небольшой домик с хозяйственным двором и садом, стала впоследствии летним садом. Известно, что население Ниенштата было эвакуировано, а сам город сожжен в октябре 1702 года по приказу шведского военного командования. Причиной этого стали опасения, что его строения могли быть использованы русскими войсками для прикрытия приштурма Ниеншанца. Шлатбург. Крепость Ниеншанц была взята повторно после недельной осады к 1 мая 1703 года. Город был переименован Петром I в Шлатбург. По мнению некоторых исследователей, крепость была срыта еще в 1704 году, однако, если верить имеющимся документам и картам, это не совсем так. Крепость и оба ее кронверка были сохранены. В левобережном кронверке расположился Смоляной двор. Как минимум до 1717 года сохранялись и внешние укрепления Шлатбурга на карте, датированной этим годом. На месте посада между Черной речкой и Охта изображен некий мельничный дворец. Укрепления именно этой части посада сохранялись еще дольше, как минимум до 1744 года, когда оба кронверка и остальные укрепления были уже срыты. К 1725 году на оставшейся части посада Шлатбурга были размещены так называемые Охтинские переведенские слободы. В старых усадьбах селили тех, кого переводили на жительство в новую столицу. Поздний этот район получил название Большая Охта. К этому моменту Шлатбург как город был упразднен, но крепость еще сохранялась в 1740-1760 гг. На территории бывшей шведской крепости находился конецкий огород, плодопитомник с оранжереей. В 1760 гг конецкий огород был передан Смольному институту, а в 1790-х морскому ведомству, которое устроило здесь судоверфь. В 1828 году территория Охтинских слобод была включена в состав Санкт-Петербурга как его 13 часть. К 1849 году центральное укрепление Нейеншанса все еще существовало, точная дата его сноса неизвестна. 15 июня 2000 года на месте одного из бастионов крепости был открыт гранитный памятный знак «Крепость Нейеншанс». Современность В 1992-1998 археологической экспедиции под руководством П.Е. Сорокина проводились раскопки, в результате которых в 2001 году территория между Неву и Левым берегом Усть-Охты была официально объявлена археологическим памятником и взята под охрану государства. В находящемся на территории памятника бизнес-центре Аскольд в 2003 году, к 300-летию Санкт-Петербурга, был открыт музей 700 лет Лэндскрона, Невской устье Нейеншанс. Несмотря на это, в середине 2000-х годов появились планы построить деловой центр «Охта-центр» на месте крепости Нейеншанс. Вопреки протестам общественности и деятелей культуры, в связи с комплексными изысканиями для строительства, с 2006 года на этой территории были организованы археологические раскопки. Работы выполняла Санкт-Петербургская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры Ирана и северо-западного НИИ культурного и природного наследия. Проведение исследований финансировалось застройщиками в соответствии с действующим законодательством. На территории бывшего посада Нейена на глубине около 1,2-1,6 метров были исследованы остатки четырех деревянных построек. К ним примыкали дворовые настилы и уличная мостовая. Ученые сделали вывод, что здания были уничтожены пожарами. На это указывают скопление древесного угля, обгоревшие бревна и следы прокаливания грунта. Вероятно, это следы уничтожения Нейена во время русско-шведской войны. Находки, обнаруженные под полами построек, свидетельствуют о том, что это произошло в начале Северной войны. 21 августа 2009 года решением КГО по территории выявленного объекта культурного наследия была существенно уменьшена, и из ее состава была исключена вся центральная часть. В начале октября 2009 года по указанию министра культуры Российской Федерации А.А. Авдеева Расохранкультура рассмотрела вопрос о соблюдении законодательства при принятии правительством Санкт-Петербурга решения о представлении. Разрешение на отклонение от предельного параметра разрешенного строительства будущего Охта-центра и послала запрос с требованием устранить нарушения. Прокуратуру Санкт-Петербурга и Министерство юстиции после отказа П.Е. Сорокина от участия в работах 2010 года раскопки были продолжены группы охраны археологии МКРАН. Археологические исследования, проведенные на территории Ниеншанца, представляли собой самое масштабное по площади мероприятие такого рода, когда-либо проводившееся на территории России. Общая территория раскопок составляла более 40 тысяч квадратных метров. В ходе исследования был выявлен ряд археологических памятников, изучены культурные слои и сооружения эпох неолита, раннего металла, средневековья, нового времени. Укрепление Ланскроны, изученное к настоящему времени, занимает территорию около 12 тысяч квадратных метров. Обнаружено также укрепление собственно Ниеншанца двух периодов его существования. Знаменитые люди из Ниена Урбан Йерне, шведский химик и медик Томас Йерне, шведский историк и драматург.